Бездомным животным Жанна Степанова помогает более семи лет. С того момента, как стала зарабатывать сама часть зарплаты, стабильно тратит на лечение кошек и собак. Остаток клиентов находит в социальных сетях. Очередной крик о помощи прочитала на сайте Тиграша. В сообщении говорилось, что на территории республиканской больницы скулит раненый щенок. Мы поймали его еле-еле еще с одной девушкой, посадили в машину и когда мы развернули одеялко, то мы увидели страшную картину. У щеночка задняя правая лапка была вся изрублена топором. И хвостик был тоже изрублен и были вырваны когти. То есть над ним издевались, ну уж не знаю кто, либо подростки, либо еще кто-то. Врачи спасли собаку и какое-то время она жила у Галины Осколковой. Женщина уже много лет помогает бездомным животным находить новых хозяев. Белый, так назвали пса, быстро нашел себе семью. Его взяли в частный дом, но новым хозяевам он оказался ненужным. Собаку пришлось спасать второй раз. Где-то по истечении двух месяцев все-таки решили приехать, потому что надо как-то собачку забирать, потому что, как мы поняли, людям он не нужен. Они говорили, что они его кормят. И когда мы его вытащили, привезли снова к Галине Ивановне, мы просто опять были в шоке. Он был очень худой, истощенный. То есть, ну люди просто им не занимались. Сегодня Белый снова живет у Галины Осколковой. Его немного откормили. Со здоровьем все в порядке. О былых злоключениях напоминают лишь шрамы на лапе. К незнакомым людям щенок относятся с опаской, что вполне объяснимо. Но достаточно побыть с ним какое-то время, и Белый уже дает себя гладить. Он не трусливый. Ему нужно просто адаптироваться еще, допустим, месяц где-то, чтобы он чужих людей не боялся. Собака натерпелась. Она натерпелась дважды. Первый раз, когда ее пытались зарубить. Второй раз, когда она попала в нерадивые руки. Но при всем при этом собака классная. По одним глазам тоже можно будет понять, да? Галина Ивановна говорит, Белый пес умный и талантливый. Знает все команды. Гуляет на поводке. При вивке по возрасту поставлены. Есть ветеринарный паспорт. Вместе с Белым новую семью ищут еще два питомца Галины Осколковой. Это красавец Зарбазан и кот Мур. Все животные готовы хоть сегодня переехать на ПМЖ в новый дом. Как помочь Белому Зарбазану, Муру и другим животным, можно узнать на сайте Тиграша. Одноименные группы есть в социальных сетях. Алиса Калиниченко, Сергей Казьмин, Вести, Хакасия.